В Уфе стартовала неделя здравоохранения стран-участниц Шоссе Брикс. С 25 по 29 мая около полутора тысячи специалистов примут участие в медицинских заседаниях, лекциях, мастер-классах. А началась она с показательной операции или коррекции грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Очень распространенное заболевание. В нашем институте оперируем в неделю порядка 4-5 таких пациентов. Сейчас эти операции выполняются через прополы живота, то есть ляпароскопические. Это хорошая малоинвазивная технология, которая поставлена уже на высокий, так сказать, стандартный такой уровень. Мы покажем элементы новых методов, методические особенности. Покажем применение новых приборов и новых инструментов. Дело в том, что парк приборов, которые мы используем в хирургии и в эндоскопии, он постоянно совершенствуется. Появляются новые и новые устройства, эндоскопы. Мы открываем эту неделю большой хирургической конференции, на которой будут представлены самые современные передовые эндоскопические технологии. Мы, как университет, заинтересованы во внедрении их в клиническую практику нашей республики и в клиническую практику стран Брикшос. Мы собираем ведущих ученых из России, из Китая, ведущих ученых и практиков медиков. Принимают у нас участие также партнеры нашего университета из Казахстана, из Киргизии и обучающиеся наш контингент из различных стран, из Индии, из Китая. Данная операция с помощью использования новой технологии в хирургии, естественно, уменьшает травматизм, то есть кровотечение во время операции и успешность операции намного велика. Но на такой операции с использованием новой технологии в лапароскопии я впервые участвовал. Хирург, который сегодня, он очень хорошо объясняет каждый этап, интересно очень. Вот у нас в Индии врачей мало. Вот один врач для каждые 1500 человек. В России вроде один на 350, поскольку я знаю, один на 350, а 400. Это колоссальный обмен опытом, это колоссальный толчок вперед и для нашей республики. Это уникальная возможность нам в течение этой недели встретиться и на разных площадках обсудить наиболее актуальные вопросы современной медицины.